На вашем рассмотрении представляет доклад реализации реформы Китрова на территории Красноярского края перспектива и пути решения актуальных вопросов. Как было сказано чуть выше, охват населения, которое охвачивает коммунальные услуги, представлено в коричневом 94% в правом верхнем углу. Мы можем посмотреть те территории, до которых реформа пока не добралась. К этому существуют объективные причины. На следующий момент Красноярский края представлен 14 технологическими зонами и 9 региональных операторов. На начало реформы у нас было 19 технологических зон. На следующем слайде, пожалуйста, можно посмотреть динамику. Это конец 20-го года и конец 21-го года в рассвете каждой технологической зоны, где мы увеличим охват населения. Не для сказать, что это революционные прорывы, но тем не менее, мы требуемся для того, чтобы дотянуться до всех отдаленных населенных пунктов. И при этом по каждой технологической зоне, при необходимости, может быть, нерадных комитетов, мы готовы детально рассказывать, где и почему мы до сих пор не доехали, и почему мы до сих пор полигоны отсутствуют. Следующий слайде, пожалуйста. Забыщий процесс актуализации территориальной схены, ровно о том, о чем сказали наши коллеги Дмитрий Сергеевич и Дмитрий Владимирович. Актуализация территориальной схены буквально на следующей неделе. Мы должны, будем посмотреть на нее, значит, коллеги и вам перед новым годом, мы направляли информацию, что она актуализируется по четыре всего Красноярского проекта. В результате которого актуализация этой схены, мы должны вовлечь процесс сортировки 100% отходов в два раза. Ну и, соответственно, уменьшить поступление отходов в ТКО на полигоны в два раза, в 100% сортировки. Сейчас у нас существует 25 полигонов подрядных коммунальных подходов, всего 5 мусоросортировочных комплексов, которые находятся на тех трех городах, которые у нас на слайде. В перспективе мы должны построить еще 12 новых полигонов с возмещением на них уже мусоросортировок, мобильных сортировок. Собственно, они покажут на слайде и дополнительно построят четыре отдельные сортировочные линии Красноярского, Мусинца, Озерный и Бородино. Таким образом, в перспективе мы должны обеспечить все полигоны, либо стационарными мусоросортировочными комплексами, либо мобильными. Также организовать приобретение 19 обезвлеживающих комплексов по территории севера Красноярского края, то, о чем, как раз, Илья Николаевич, говорили. Это та самая история. Приобретенные 5 мусоросортировочных комплексов по каждому из них мы выпьем работу. Я готов при необходимости доложить по Хаданге, и по Сничногорску, и по Носку, и, соответственно, по тем, которые находятся в Турканском районе. Работали мы с следующим образом. Они были приобретены. Сейчас по них необходимо выбрать земельный участок. Это долгопроблема, и она в части территории уже решена. Потом получить лицензию, после этого прийти за тарифом и включить в систему оборота отходов ТКУ. И, в частности, по северу Красноярского края это имеет отношение к ДТУ-маклиптам, Матокатам и Сничногорску. А срок следующий, и администрация Таймерского района вместе с нами, по врачению губернатора, в этой связи работает. Следующий проект, пожалуйста. В отношении строительства объектов рамки государственной программы, мы, значит, запланировали территорию схемы. Рамки программы 2021 года уже разработаны поезды по Ермаковскому району, Материнскому, Шушенскому. По Ермаковскому району получена государственная экологическая экспертиза. Шушенский район зашел на государственную экспертизу, хотя должен был закончить эту работу в прошлом году. Это та самая система ошибки, про которую мы говорим неоднократно. А я чуть позже скажу про те подходы, те выводы, которые мы делаем. У нас несколько лет подряд мы слышали про полигон Погучана, мы слышали про полигон Шушенского. А тем не менее, мы деньги передаем на уровень муниципальных образований. К сожалению, не всегда районно заинтересованы в этом процессе вместе с нами. В 2022 году планируется закончить по тем объектам, которые обозначены выше, и получение глаголос-экспертизы. Следовательно, мы уже надеемся на переделение денег на реконструкцию самих полигонов. По полигону от СКС-2, следующий, пожалуйста, продолжается работа, мы на ней докладывали неоднократно. У нас финальный статус получения экологического заключения. Документы находятся в Роспроводнадзоре, в территориальном управлении. Соответственно, ожидаем в ближайшее время получения этого заключения. Потом выходим на ГОЛОС-экспертизу. Параллельно, ведь это докладывало очень ранее, мы ведем диалог по укреплечению федеральных денег на реконструкцию этого полигона. Как видите, на своей день необходимо без малого 1 миллиард рублей для того, чтобы реконструировать. И тем самым мы увеличим срок скульпы этого полигона до 2030 года. Насколько у нас единственная регулярная местная скачная комбинация. Следующий след. В рамках реализации ГОЛОС-программы представлено и освоено субсидии на строительство облета. В освещении 9,2 миллиона. Небольшая сумма, собственно, это то самое, что мы сделали в Артёсово и Енисейского района. В ближайшее время будем принимать эти работы. На сумму 225 миллионов рублей приобретено контейнерное оборудование. Абсолютно верно, коллеги, обозначили, что было выделено 300 миллионов в течение 21 года. Существенные колебания были в вопросе мусора, но по стоимости металла изделий металл сильно вырос. Поэтому предприняли все возможные усилия для того, чтобы максимально обеспечить население. Контейнерное оборудование, контейнер с площадками 225 мы зафиксировали. В текущем году у нас ведется работа по сбору заявок. До конца текущего месяца мы должны собрать заявки от муниципальных образований. Останавливаем 100 миллионов, которые у нас в бюджете заложены в 22-м и по 100 миллионов в 23-м. На весенний критерок в соответствии с вашим постановлением заказательного собрания будем выходить на увеличение еще на 200 миллионов рублей в текущем году. С учетом вот этих, скажем так, подходов, которые были в 21-м, сделано несколько принципиальных решений. Во-первых, мы поменяем порядок приобретения контейнерного оборудования и будем это делать централизованно через агентство госзаказа. Это делается по многим другим ампостратам, в том числе и медицинских препаратов. И, собственно, будем доводить, смотрите, пожалуйста, сайт на сайт. И будем доводить до муниципальных образований уже готовую продукцию. Одновременно с этим, до 27 января 2000 года будут проходить общественные обсуждения по единообразию. Нам будет предложено несколько модельных, несколько образцов контейнеров, контейнерных площадок для того, чтобы все муниципальные образования Краснодарского края в единообразном подходе закупали оборудование. Оно будет адаптировано как под мусорозы, которые работают на территории края, так и будет единая картинка в любом районе Краснодарского края, и взаимокажемся. Это, я не знаю, участвует сейчас Сергей Александрович Поплов, он высказан на президенте 9 августа прошлого года, такую работу на вторую очередь гендернатора ведет. Следующий вопрос. В полном объеме в текущем же году, прошу прощения, в прошлом году, уже 21 году, новое направление, которое появилось на уровне федерации, мы привыкли федеральные деньги на сумму без малого 23 миллиона рублей, и порядка тысячи единиц оборудования для раздельного сбора, контейнер для раздельного сбора, купили в те города, про которые было сказано чуть выше, где существует мусоро-сортировочный комплекс. Как только появляется в текущем году эти деньги на уровне федерации, мы будем на них заявляться в большем объеме. Следующий, пожалуйста, сказать. Значит, параллельно мы ведем работу вместе с нашими коллегами в бизнесе цифры, мы разрабатываем региональный проект на бизнес-приложении, мы покажем, где находятся эти, в режиме онлайн можно посмотреть, где находятся контейнеры для раздельного сбора, чтобы граждане могли выбрать, который для них будет ближе. Это раз понятно, что они в каждом дворах будут отрабатывать. И можно следом сказать, что мы сейчас также вместе с коллегами из Минцифры собираем исследования со всех региональных операторов для того, чтобы контролировать работу всех потоков на территории Красноярского края в режиме онлайн, который работает с транспортом. Авторомирный транспорт, не груза, а перевозки. Пассажиры перевозки по городу Красноярску сейчас делают то же самое по всему Красноярскому проекту. В ближайшее время мы будем презентовать. Собственно, из того, что я обозначил в докторе, у нас все до последнего. Я просто останавливаюсь на тех подходах, про которые говорили в Калининской точки зрения риска. У нас есть три цепи, два объекта, по которым заканчивалась разработка первого этапа теоретического изучения по городу Минусинской, по городу Енисейску. В текущем году мы на эти цели предусмотрели деньги для того, чтобы разработать ФСД, поскольку 22-й год финальный, три года прошло с момента первого этапа изыскания. После этого будем эти свалки, несанкционированные, ликвидированы. Дополнительно ведется претензионная работа по так называемой составу, в том числе и долгого преследования, про который говорил Минусин Сидеевич. Ведем претензионную работу с коллегами, которые занимались этой работой в предыдущий период. Ведем претензионную работу с коллегами,